Как можно самим создавать онлайн-карты? Здесь вы, соответственно, даете название маркера. Я вот в Нижнем Новгороде поставил первое попавшееся место. И вы можете таких маркеров добавить сколько угодно. Если вы обратите внимание, здесь у нас линии. И там же, насколько я понимаю, можно сделать и полигоны. То есть, в принципе, вы под вашу задачу можете, вообще ничего не инсталируя, ничего не устанавливая, просто прийти и создать карту ваших объектов. Все. Вы можете ее потом вставить на любой сайт. Проблема решена. Но пойдем чуть дальше. Мы не останавливаемся на достигнутом. Есть вот эта вот система Ушахиди, которая позволяет карты сделать, которая позволяет вам, соответственно, создавать категории. создавать объекты с помощью специальной формы. Ушахиди это с Шуахили свидетели. Изначально эта программа была создана в Кении. Так что, видите, у нас не только Пермь радует мир стрит-джорналом, но и Кения радует вообще серьезными картографическими продуктами. И что, вот как выглядит, например, если изменить немножко. Мы сделали сайт, вот, там, например, Холода.Инфо. Помните, когда были достаточно серьезные морозы, там отключали электричество. Вот. Но, опять же, как раз этот сайт не был популярен в отличие от Пожара, потому что к Холодам все привыкли. Ну, то есть, грубо говоря, в данном случае просто, чтобы показать, как мы можем изменять облик этой системы Ушахиди. Потому что она с открытым кодом, и мы можем полностью ее, соответственно, изменять как можно. Вот. Но и что важно? То, что у Ушахиди с прошлого года появился функционал создавать его здесь, к сожалению, все нормально. В английском, но если вы возьмете Google Translate, то он может вам весь этот текст перевести. Вот. Вы можете, соответственно, если у вас с языком проблемы, да, то вы можете это все перевести. Сейчас уже, как бы, англоязычные сайты перестали быть проблемы. Вот. Вы можете, соответственно, создать эту карту, и у вас будет карта. Я думаю, мы можем попробовать сегодня самим это сделать. Это очень просто. В течение 15 минут вы можете создать карту по любому вопросу и свой собственный, как бы, мини-сайт. Вот. Что это важно? И у вас будет там, например, нижненовгород.crowdmap.com. Да. И там уже вы можете добавлять и полигоны, то есть, области какие-то, и линии, и точки на карте для ваших собственных инициатив. Вот. Mapbox.com – это значительно более сложное, но и более красивое приложение. То есть, там нужно, там у них есть свой язык, вот. Но вы можете сколько угодно слоев, вы можете добавить там какие-то иллюстрации туда. В общем, очень красивое приложение, но сложное. И оно бесплатное пока. Да. И, правда, мы вообще бесплатное, и у Шахили тоже бесплатное. Так что вы по этому поводу можете не волноваться. Здесь до какого-то момента это бесплатное, то есть, там первые три карты бесплатные. Дальше вам нужно будет платить, но, по крайней мере, красота, собственно, стоит каких-то вещей. Собственно, есть бесплатное также приложение. Здесь мы совсем углубляемся далеко. Но это как раз скорее, это вот Quantum GIS. Вот. И это в данном случае уже высшая школа пилотажа. Вот. Но при этом тоже обучиться можно. Здесь я в данном случае просто то, что было там использовано, это Аляска, да, вот, просто карты. И вы можете рисовать на ней тоже полигоны, линии, все, что захотите. А потом, что важно, из чего, как это имеет, какую это имеет связь с онлайн-картами, то, что вы можете экспортировать все эти полигоны, потому что здесь вы можете просто их очертить и добавить как отдельный слой, если помните, что все эти карты, они как торт Наполеон, да, и состоят из слоев. Вот. Вы можете добавить созданный здесь слой или, например, созданный кем-то другим слой. Потому что, наверное, есть даже библиотеки слоев различных объектов, вот, там, например, дек, озер и так далее, или там, ну, каких-то угодно, ими можно обмениваться, все, что угодно делать. Вот. Соответственно, и вы закачиваете на свою онлайн-карту, и вам этот слой отображается. Представьте, какие-то возможности вообще создает для каких-то общественных инициатив, имеющих привязку к территории. Ну, и примеры картографических приложений. Собственно, я рассказал о тех инструментах, которые есть. Так. И можно картировать все, да. В данном случае, на момент 2012 года, человеческая фантазия, она знает достаточно много примеров. Вот, например, произведения искусства. Во-первых, просто база данных произведений искусства. Но еще вы можете на карте, да, вам хочется, например, вот, я очень люблю, здесь недалеко есть город Плес, да, там можно посмотреть, какие там Левитан создавал работы прямо непосредственно в Плесе. Наверняка, если вы Нижний Новгород введете туда, то тоже, наверное, какие-то красивые работы художников классические. Так, сейчас. Верхний ряд. А, да, 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 да. Да, вы знаете, вы правы. Я это не специально сделал. Вот, но это... А, ну, кстати... И третье тоже. Да, ну, видите. Это, кстати, вполне возможно, что он мог определить сам по моему местоположению. Я, правда, это сейчас точно не скажу, но, в принципе, такая возможность у сайта есть, точно определить ваше местоположение. Вот, и на основании этого уже представить геокодированную информацию. Вот. Ну, кстати, вполне возможно. Вот, соответственно, история на карте. Да, если вы знаете, что у нас география от истории отдельно преподается, а в англосаксонской традиции, например, истории и географии идут вместе, да, потому что, в их мнении, это как бы территория и время, они разрывно, точнее, пространство и время связаны неразрывно. Ну, и не только в теории вообще, в теории относительности, как бы это все тоже завязано, но именно в гуманитарном контексте. И они, например, здесь показывают эволюцию карт именно уже на таких, на онлайн-картах, но при этом добавляют какой-то нарратив. Исторический текст, привязанный к изменению исторических настроек, не настроек, а изменению исторических границ, каких-то исторических явлений. В общем, тоже представьте себе возможности, да, которые дает, потому что вы можете там, например, включать какие-то года, видеть, как у вас менялись границы, торговые пути. Я думаю, Нижний Новгород, город торговый, здесь тоже можно посмотреть, как это все менялось, как здесь промышленность там росла, потом не росла. Ну, в общем, все что угодно. Есть Health Map, да, это, соответственно, карта здоровья. Это просто, в данном случае, я перечисляю примеры, да, того, что можно сделать. Здесь показываются какие-то вспышки заболеваний, вот здесь в флюнирю, то есть это, как его, грипп, грипп рядом с вами. Вот, и здесь можно, и в том числе, например, есть вообще такие технологии, которые, например, по... Ну, я думаю, это просто как раз... Ведра лучка? Нет, недостаток, недостаток источников информации, да, потому что одно дело, когда у вас, ну, все, все, вообще все, базы данных, да, они, у них есть всегда, как бы, они зависят от своих источников информации. Если у вас нет какой-то части цвета источников информации, конечно же, у вас будет, скажем так, белые пятна, да, или там только совсем... Какие белые пятна в Америке. Да, у нас до сих пор, какие исполняются, какие источники, о чем вы говорите. Вот, ну, в данном случае, я думаю, это, как бы, будущее, да, поэтому оно когда-либо наступит. Вот. Поэтому здесь можно просто... Ну, так вот, я рассказал об этой технологии, что, условно говоря, там, как один из вариантов предотвращения эпидемий, что у вас собирают данные по поисковым запросам, да, например, если вы в какой-нибудь деревушке или там в каком-то месте, особенно, когда речь идет о густонаселенных районах, кто-то начинает, или там много поисковых запросов на тему какой-нибудь вакцинации или средств против какой-то там кашля или простуда, вот, то у вас на основании этого резкой возросшей волны можно, соответственно, сделать вывод о начале эпидемии, да, и с помощью этого буквально в течение, не знаю, одного-двух дней, еще до того момента, как это распространится, уже сделать вывод и принять какие-то решения, при этом не прибегая, там, ну, там, не дожидаясь, пока об этом скажут журналисты или какие-нибудь, там, блогеры-расследователи, вот. Соответственно, Дерибан нет раздел земли, да, это в данном случае интересный проект, типа Росямы и Роспила одновременно, это когда у вас, собственно, в Украине сейчас вводят закон, собственно, о частной собственности, там очень много случаев о том, как, соответственно, местные депутаты используют свое положение для распределения земли, вот, и, например, у нас эта проблема связана не сколько с частной собственностью, сколько именно к доступу к воде, да, то есть у нас есть вот организация, как это называется, не, забыл, вот, ну, в общем, открытый берег, вот, да, у них нет, такой карты, но, по крайней мере, им точно было бы что-то полезное. Ну, и есть карта добропримечательностей партнеров агентства социальной информации в Петербурге, вот, то есть в данном случае эта карта, она оффлайновая, да, но если вы посмотрите, она сделана на подложке тоже, карты ее было бы очень здорово сделать в интернете, вот, она просто в виде постера такого плаката сделана, но вот представьте, как можно было бы по всей России это все перенести на Яндекс или Google или OpenStreet карту, вот, и там благотворительную организацию отметить, да, по-моему, очень хорошая идея, чтобы это было не только в печатном виде, но и в каком-то, в каком-то электронном виде, вот, барьеров нет, это общероссийский сайт, сделанный в партнерстве с Google, вот, который показывает, соответственно, доступные места для инвалидов, да, и в данном случае у нас тоже была идея, в Кирове мы ее обсуждали, о том, чтобы создать конкретно по Кирову такое приложение, вот, но в данном случае, когда у вас есть общероссийское приложение, существующее уже больше двух лет, где там на карте показаны места, там, либо благоприятные, либо неблагоприятные для инвалидов, то зачем, собственно, придумывать велосипед? Так, ну, и, наконец, картографирование может доходить до любых вообще, не только для каких-то серьезных вещей, но и для чисто визуальных, культурных, архитектурных, дизайнерских, вот, например, карта шрифтов в Лондоне, если вы были в Лондоне, то вы, наверное, видели, с какой тщательностью англичане подходят именно к искусству типография, вот, и можно отмечать, например, какие-то и особенно интересные примеры. И, вот, например, то же самое можно сделать с архитектурой. В том же Нижнем Новгороде, вот, мы проезжали, и я наслаждался просто фасадами, вот этими старыми, ну, просто красота, да, особенно учитывая, что в силу точечной застройки они могут не сохраниться, то я просто, я о Москве часто думаю о чем-то подобном, просто чтобы сделать набор фотографий, их добавить на карту, да, чтобы это как-то сохранилось для наследия, да, для наших внуков и, соответственно, детей, да, потому что вот старинный Нижний Новгород, равно как и другие города, это просто, по-моему, все это может контролировать, собственно, подобные инструменты могут предотвратить подобное явление. Вот, ну, и, соответственно, здесь тоже вот эти вот карты серые, это показывает нам то, насколько можно вот карты, в данном случае, в данном случае OpenStreetMaps изменять. Вот, и, то есть, им можно давать любые цвета, задавать любые какие-то обозначения, и в данном случае речь идет только о пределах вашей собственной фантазии. Вот так вот.